hello my students сегодня мы пройдемся в тезисной форме по логике которая в общем-то сейчас и все больше и больше занимаются и уперлись в то что логика не разработана хотя кругом она используется все науки то названо как психология биология и так далее все заканчивается налоги наука древняя но преподавание также школах и и не преподают в институтах не преподают только в университетах университете тоже при советской власти был открыт кафедры логики в мгу следует отметить что в настоящее время это наука в общем-то стало необъятной хотя три таких аспекта у нее есть общеизвестных если рассматривать тезис на то антологическая логика в антологическом плане это логика вещей логика познания самого и непосредственно сама собственно логика и формальный логик как ее кант назвал формальная логика который используется у нас везде это дедуктивная логика основана на силлогизмах которых вел еще и до аристотеля и при аристотеля они используются эти силлогизм но две логические школы были в основном это вот именно аристотельская логика дедуктивная и была индуктивная логика логика так называемых мигариков эта школа эвклида ну не путать с эвклидом тем математиком а это был логик эвклид из мигары и евбули тоже вот его последователи вот эта школа они основывались на софизмах то есть логически были софизмы иногда даже в юмористическом плане но следует отметить что дедуктивная индуктивная логика в принципе как как инструмент поиска истины она в общем они обе себя не оправдали как таковы поэтому разрабатывались различные комбинации с дедуктивной индуктивной логики различные подходы и в то же время вот последнее время дошло до того что стала развиваться динамическая так называемая логика когда закон эквивалентности даже вот правила логические закон эквивалентности он не выполняется выполнять только в определенной промежутку времени а дальше динамически он не выполняется поэтому вот если так рассматривать со студенческой нашей точки зрения то это вопрос необъятный поэтому вот в дальнейшей лекции будет рассмотрено такое у нас шпаргалки по логике мы рассмотрим а сегодня мы сделаем такую как бы введение в этот вопрос и рассмотрим как это вот логику понимают наши высшие как говорится братья по разуму ну я с юмором конечно это дело замечаю вот в 1929 году на английской радиостанции одной произошло включение передачи несанкционированное включение передачи диктор назвал себя представителем космического отряда наблюдателей представителем 220 тысяч разумных рас которые населяют нашу вселенную которые входят вот в этот вот содружество вот таких вот разумных рас мировых разумных и вот этот диктор он произнес сообщение сказал что это третье обращение отряда космических наблюдателей первые два обращения были в начале в начале после рождества христова недалеко тут и в принципе в городах в одном индийском городе а другом индийском городе эти послания нам они не приводят а вот это вот третье послание она в 1929 году было произнесено по этой радиостанции делали вид что не могли определить откуда какая врезка произошла и вот мы сейчас попытаемся разобраться хотя вот в интернете вот третье послание кона но в википедии есть и его можно прочитать дословно мы сейчас проведем его такой небольшой экскурс во первых какое оно это послание в начале рассматривается мировоззренческая сторона то есть какое мировоззрение у нас вот оценивается чтобы правил у нас правильное мол мировоззрение оценивается что вот земля вращается вокруг солнца солнце вокруг одно одна звезда галактики и солнце горит за счет термоядерного синтеза а раса земля не единственной во вселенной но вот то есть они отмечают что вот такая наша космологическая доктрина в общем то верна хотя в общем солнце то она вращается вокруг то есть земля то вращается вокруг солнца но солнце само тоже вращается по спирали а земля по спирали вокруг по тройной уже спирали движется тройную спирали описывает а само солнце вокруг центра масс галактики вращается и солнце само по себе по спирали идет вокруг центр масса солнечной системы наша земля соответственно тоже вокруг солнца тоже по спирали идет оборот солнца 200 примерно 200 миллионов лет один солнечный такой год ну а дальше отмечается что ну во первых что странно в этой мировоззреческой картине мира не указано само высшее существо то есть как будто в этом послании совершенно нигде не упоминается что есть существо более высшее чем вот этот отряд космических наблюдателей то есть они считают что вот этого технии содружества это вот и все что есть и они работают трудятся и нам даже вот пытаются сообщение какие-то дать дальше они отмечают что мы мол не вмешиваемся в дела то в земные мы не вмешиваемся поэтому не имеем права вмешиваться все должно само естественно но это противоречие опять же логическое противоречие если такой вот в резкое послание было в резко в радиостанцию то это уже если есть вмешательство это уже есть попытка как-то скоординировать действия и куда-то вовлечь в какую-то авантюру земных представителей и руководителей вот земли дальше какие ошибки они отмечают нашей космологии во первых напрасны поиски незыблемых законов вот как вот сейчас ищут теории всего единая теория и так далее так далее это все считается пустоцвет мы это сейчас наблюдаем что тупиковая везде обстановка дальше гравитационная постоянной не постоянно даже в пределах солнечной системы ну это можно себе можно в это поверить конечно и ошибки в определении размеров галактики у нас расстояние до других галактик ошибочной теории замутой вселенной и теория разбегания вселенной то есть расширение вселенной это тоже пустой звук с их точки зрения оказывается все это опирается на ошибку в определении мерности пространства в общем-то мерность конечно может быть отлично трех ну как у мандельброта допустим мы знаем вот эти фракталам этого ученого который открыл вот эти вот оценивая береговую линию что размерность может быть даже не целая и здесь как раз они отмечают что оптимальная для жизни размерность получается равная пи 3,14159 и так далее это оптимально но в окрестностях вот нашей солнечной системы окрестностей нашей солнечной системы они дают мерность 3 и 17 100 тысячных то есть 17 вот 100 тысячных это какое-то еще дополнительное измерение то есть дополнительные навесы к этому трехмерному нашу измерению ну это уже с точки зрения наших уфологов и которых параллельных миров и точки перехода в параллельные миры может быть это 17 100 тысячных вот появляются такие вероятности перехода в параллельные миры в окрестностях нашего скопления галактик дрейфует гравитационный циклон в центре которого мерность минус 3 15 то есть с плюс 3 до минус 3 происходит такой гравитационный коллапс может быть который пройдет может задеть краем нашу галактику через 65 тысяч лет и органической жизнью во всей галактике будет у них естественно уничтожена вся органическая галактики млечный путь 220 тысяч разумных рас вступивших в коалицию тысячу готовится в том числе и земля на них сюда хотят нас сюда приплюсовать вот они отмечают что у нас ошибка в вопросе о происхождении солнечной системы то есть мы думали что солнечная система так возникла из взрыва вот это вот всеобщего там взрыва а потом охлаждение конденсации уплотнение материала получение звезд оказывается нет оказывается это вот ребята отряд строителей таких космических этой калиции из этой калиции подходящей области удаленные от основной от с мерностью приближенных пи нашли нам область они эти строители и они значит запустили туда полевое облако засеяли это пространство полевым облаком из него уже сконцентрировалась сконденсировалась все вся наша вселенная дальше они подвергают критики то что вот человечество дряхлеет и гибнет человечество что у нас сейчас модно считать что человечество перенаселение гибель вырождение идем допустим опять мы к обезьянам мы вырождаемся у нас все падает это пессимистической точки зрения они не разделяют эту точку зрения но вот эти вот все заблуждение которые вот они перечисляют здесь из чего не вытекает это мировоззрение кстати говоря вот мы это сейчас мировоззрение кон космических наблюдателей сравним с тем мировоззрением которые дают нам религии мировые основные религии ну в частности мы самую ближайшую рассмотрим христианскую религию что что она дает ну во первых она нам дает высшее существо понятие в высшем существе создатели творце ну здесь как бы противоречие только в том что тут космический отряд действует строителей а здесь и единое существо которое собственно и может которое живое и она собственно является источником святого духа который все исполняет по воле божия исполняет его дух а дальше он создает уже как по библии мы это уже знаем библейскую картину мира он все создает так же как вот эти вот космические наблюдатели за семь дней создает все от нуля и повесил землю ни на чем фактически подвесил землю ни на чем вот такое мировоззрение в библии кроме того раньше как бы это все за едино было бог единый и вся эта команда которую он создал все были за едино а дальше он дал многим свободную волю дал некоторые отпали от него ну вот в частности сатана отпал из и с ним одна треть ангелов ушла вот видим это как раз к отряд космических вот этих наблюдателей одна треть от всех ангелов конечно если рассмотреть с точки зрения их не деятельности то у них деятельность тоже определенно есть какая деятельность после семи дней что это что делать то можно было только деструкция и конструкция то есть когда все сделано ломай и переделывай снова пытайся ну как вот ребенок в песочнице это мы значит делаем домики там делаем супчики кашки в этом сам в песочнице потом мы их рушим снова и снова делаем вот такая работа его поэтому называют гениальный конструктор вселенной конструктор то есть из кубиков из готового материала который уже создан был творцом пытаемся манипулировать не получается ах не понравилось на мой не понравилось и мы все это разрушаем и все это по новой творим хаос сначала творим хаос потом из хаоса пытаемся что-то такое слепить но это мы наблюдаем как и у строителей вот масонской системы это также то же самое одной рукой мы разрушаем второй мы это строим что-то у нас зуд строительства очень большой кругом особенно сейчас период перехода как говорится смены формации власти и вот противоречие вот в чем космический отряд наблюдатель он не дает эту картину не дает нам не бога не дает и не дает нам не его противоположность вот этого гениального конструктора не называет кто у них главный там стоит среди этого отряда наблюдателей кто же у них главное они это не дают ну вот говорю противоречие вот в этом видно что здесь что-то нам не додается и куда же они нас хотят пихнуть что же они на впарить хотят вот смотрите значит все наше заблуждение оказывается вытекает из специфика нашего мышления значит у нас плохое с вами мышление но мы студенты у нас может быть мышление несовершенны а вот они говорят что мышление живой материи существование развитию имеет общую основу предпостояние энтропии ну вот энтропии вот к тому времени в 1929 год это очень важный был момент и это слово было в ходу у ученых вообще поэтому возникает вот там что это не космический отряд наблюдателей а кто-то вот то из английских ученых знаменитых которых сейчас английский ученые под видом подсоединились к этой радиостанции со своей энтропии значит они уже вот этот закон термодинамики используют здесь значит мы оказывается умышление противопоставление терапии выражается в поисках логичности оказывается вот логичность именно на энтропию нам уменьшает как бы энтропию логичность но это вообще-то никогда не было скорее всего наоборот вот потому что даже по библии согласно библии всякая наука будет посроблена том числе логика то в первую очередь и все которые кажутся вот безумными в мире всем они будут умными щита рассчитаться в царстве небесном а все наоборот мудрецы которые вот хваленые тут мудрецы которые занимаются вот этими парадоксальными всякими исследованиями мудро мудруют сильно они будут посрямлены в том числе сначала наверное логика ну вот они здесь выделяют логику как рычаг инструмент борьбы с энтропией но логические поиски человеков резко отличается от большинства разумных рас то есть мы с вами неразумные неразумные вот хотя вот мы твари божии как я уже в одной лекции тут говорил что значит изделие человек инструкции по его применению в этой лекции как раз и объясняю что это не так нас мы отличаемся от большинство разумных рас так что даже возникает вопрос о разумности человечества то есть мы в целом неразумные ну может мы принимаем критику основой человеческой логики является двоичная логика у нас оказывается вот двоичный только логика категоричная такая ноль единицы все да нет что применяется в конечном ступенчатом процессе поиска ответа то есть мы как вот по дереву идем и по дереву получаем искомый ответ переключаясь как вот у нас был в лекции что сортировки объектов так мы вот вот сортируем все ответы выделяем правильные наиболее правильное решение обычно лежит где-то посредине между да и нет утверждает космический отряд опять противоречие с находим с библией в библии же прямо указа да будет у вас да да или нет нет остальное от лукавого то есть не может быть середины или виноват человек допустим совершил просто украл это 8 табуретки но украл или нет не украл не может быть среди вот немножко украл ну бывает что из-за колосок судили тоже хорошо как даже круче чем табуреткина любой ваш а то есть вот этот вот истина где вот посредине мы ищем истину это это уже от лукавого любой ваш закон открытие изобретение выражается фразой из так и из максимально с максимум 100 слов вот мы что-то открыли и начинаем писать формулы изобретения и открытия и у нас получается из 100 слов мы же все у нас а за словарный запас у нас всего 50 тысяч слов вот есть некоторые вот в английском языке 300 стами словами обходятся выражают очень много понятий понимают их ну мы оказывается вот одну 50 тысяч это солидный запас то есть отбрасываем бессмысленности и примерно получается у нас 3 9 десяток на на в 37 степени утверждений отражающие видимую нами реальность то есть мы даже до гугла не дотягиваем гугл это 10 сотый по их нему это мало 10 37 на 100 там вот посчитайте число вагарда и сколько будет атомов вот в нашей видимой вселенной этот 10 37 это будет или нет я не знаю ограниченность мышления все же не является у нас врожденной то есть у нас еще есть возможность расти развиваться что-то нам мешает а а вот что у нас неправильный логический фундамент вот они тут приводят фундаменты логические вот такие вот у разумных раз бывает по оси x тут отложена степень принятия или не принятие в отрицательную сторону принятие и не принятие а вверху реакции на этот на информацию на некоторые вот вот разумные у них несколько так максимумов имеется которые менее разумные у них вот два максимума всего а которые все добро и зло приемлют равнодушно у них вот прямая линия третий номер у некоторых реакции с информации нету ноль информации то у них самое беспокойство возникает вот этот второй номер значит есть тремя горбами линии с двумя горбами есть есть такая вот последняя когда в бесконечность уходят вот эти реакции приятие неприятие они ну выражаются но мы с этими людьми общего языка не не смогли найти у которых такая вот интеграл бесконечность уходит по по этой прямой дельта функции как бы ну вот мы попали в неразумный у нас вот да или нет да или нет другой стороны здесь можно противопоставить что христианская это вот вот такая система вот такая вот у нас типа ступенчатой функции то есть если отрицательные у нас у нас никакой реакции у нас на все слава богу за все положительные реакции у нас на все то есть христианская то у нас не так как отличается кроме того здесь у нас конечно мы подтянули за с двадцать девятого года у нас уже не только мы по двоичной логике считаем машину на машинах считает у нас где-то 70 70-х в начале 70-х годов появилась мама машина основана троичной логики трехзначной логики ну вот машина сету допустим брусенцова к примеру ну и по недавно даже вот выпускала феникс американской фирмы счетчик атмосферных частиц взвеси пыли там был прибор такой который измерял по пролету этих частиц через лазерный луч и там тоже использовались мотороловские мотороловские микросхемы которые с троичной логикой счетчик был построен на троичной логике ну кроме того мы знаем что вот у нас даже в этом bertrand russell подтянул логику на многоступенчатую логику вел но это он вел как чтобы пора как говорится влияние парадокса вот исключить влияние парадокса на попытку вот фреге построить логические основы математики логические основы математики у фреге вроде выставилась но рассел мы потом об этом поговорим парадоксе рассела который как бы перечеркнул вот эту идею лейбница который лейбниц он предлагал с точки зрения логики логическое обоснование дать всей математики и всем наукам поставить логику как в основу доказательства доказательства во всех науках и вроде как рассел а потом гёдель поставили как бы на этом крест ну об этом мы еще поговорим когда будем рассматривать логику непосредственно это мы раз у нас было как введение это вот наша логика с точки зрения более высокого мета мета общества это всегда полезно подняться выше на выйти в некоторое мета общество и посмотреть на себя состав сверху вниз как говорится вот по вертикали значит на этих графиках силы реакции на информационные воздействия по горизонтали направо приятия а налево неприятность неприемлемость ваша логика дискретные разумных 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 вот этих 220 тысяч она аналоговая логика ну вопрос крайности тоже если они говорят вот у вас дискретные это неправильно а вот аналоговая это правильно и сами же говорят что истина где-то посередине значит должна быть аналого цифровая логика и она так как раз и будет истиной с точки зрения вот предыдущего их него рассуждения о золотой середине вот мы распространяем дискретность на все на все сущее ряд натуральных чисел обладая для нас базисом азов математики стремимся мы посчитать все подряд не в силах даже без меры и расчетов передать информацию о силе ветра например то есть мы должны обязательно формулку какую-то состряпать и произвести подсчеты арифметический счет породил головоломки вызванные не реальностью вашего мира а примитивностью вашего мышления все наши вот эти математические выбор ты имеет практической основы и это только является упражнением для примитивно мышечных людей целые мы дробим на отдельные факты с вами явление все понятия категоричные категоричные у нас и между ними мы проводим искусственные границы между этими признаками предметов рассматриваем конечные числа признаков предмета и даем им название переходя от одной абстракции другой переходим противоречиям философских системах хотя логика у них одна и та же в итоге противоположен ответ на вопрос о первичности духа и материи то есть этот бессмысленный вопрос то есть ответ противоположен на этот вопрос что первично но одни отвечает дух первичина второе то есть мышление авто авторы отвечает что материя материалисты это за материю и вот они отвечают что это бессмысленно здесь это согласится совершенно можно стены здесь логика просматривается правильно почему потому что чтобы определить первичность надо ориентировку вести по отношению к чему первичный по шкале времени время материальной по счастью сводится к тому чтобы мы склонны считать что время материальная и пространство материальное если рассматривать точки зрения как вот мы сейчас встали на такую земли то тогда мы должны ввести вот эту меру шкалу эту это время когда получается у нас время первично и относительно времени мы уже будем рассматривать что первично что вторично или мышление или материя что вперед появилась по времени или онтологически по расположению этих двух предметов то есть первые мы вот у это увидели а потом увидели это пространство тоже материально по леднице пространство и время это единые формы существования материи вот значит язык наш примитив всего 4 на 10 37 примерно все всевозможных разумных предложений 100 словных предложений он влияет на наше мышление принужная дискретизации понятий этика и эстетика наша содержит множество парных понятий на тезисах и антитезисах общественная личная наша мораль руководствуется правилами поляризации поляризационных поэтий добро и зло например жизни смерть выгода проигрыш признание непризнание любовь ненависть и прочее политики война и мир воинственные привычки людей должны быть ликвидированы пацифизм это приветствуется пацифизм он свойственно английским ученым которые выдают себя за отряд космических наблюдателей дальше фетишизации техники у нас эти технократии до фетишизации техники но мы постепенно от нее отказались перешли на более простые вещи вот качаем в трубу нефти и все нам уже это не грозит нему не фетишизации техники ничего мы просто ее закупаем завозим и торгуем получаем и считаем деньги туда-сюда туда-сюда и спекуляции конечно здесь у нас нету никакой фетишизации сейчас техники никакой фетиши дальше машины цивилизации земли самые примитивные всех но это следует согласиться сам машины и самые вонючие самые вредные и самой трудоемкой из цивилизации всех перспективным является возвышение коллективного разума ума человечества то есть над персональным разум ну так как и это идеологии японцев у них превышает и коллектив а человека если он коллективу не нужен он идет и как говорится мочит сам себя в сортире дальше вот рассматривается диаграмма человек человек живет он получает информацию от предыдущего от родителей от предыдущего поколения школа старшие товарищи и так далее так далее мы получаем эту информацию на основе нее живем проживаемые что-то делом творим умеем делать допустим дальше мы эту информацию искажаем то есть то что нам вот дается школе мы частично забываем частично что-то свое привносим и не стыкующиеся не вяжущиеся в эту общую перспективный контекст и вот мы ее эту информацию искажаем и передаем следующему поколению и вот значит одновременно они пишут что сообщает нам или кон это сообщает что хаотические флуктуации в движении мысли разумного существа необходимы то есть у нас мысли должны быть как легкость мысли должна быть необыкновенная как классики говорили чтобы отслеживать зигзаги бытия вот эта теория хаоса она как говорится противоречит вот этой предустановленной гармонии противоречит и всем религиям и слову божию и так далее вот это хаотичность хаотичность это двоящиеся мысли и написано в библии что всякий человек с двоящимися мыслями ненадежен для царствия небесного это дословно там в библии так написано вот объективная картина бытия непредсказуема а спектр мышления поколения постоянен на протяжении жизни то есть наше окружение получается меняется очень быстро а мы как консервативно это дело не отслеживаем не приспосабливаемся к изменениям и соответственно поэтому нужна смена поколений о чем сейчас и говорят вот эти товарищи масоны которые уже на стенах вот этих колоннах написали что в мире должно быть вот пятьсот сколько там ну миллион человек в общем сколько то ограниченное число человек и все такое прочее а поэтому нужна смена поколений но они говорят к тому что не по числу людей а по продолжительности жизни что вот человек получил знание и сразу же передал следующему и все дальше он не нужен его значит надо на свалку ну это фашистская это фашистская идеология она характерна для английских ученых для ряда немецких ученых вот здесь это мы губительная надежда что контакты с НЛО помогут решить проблему бессмертия но проблема бессмертия она это что то не для нас стоит она же видно тут что никто не добивается бессмертия надо наоборот вот учащать смену поколений а с другой стороны вот для высших вот этого золотого миллиона а вот губительно мол что контакты с НЛО помогут решить проблему бессмертия вот вот с другой стороны мы не можем отказать соответствующей помощи как бы губительна она не была чтобы сами решали свою судьбу то есть вот космический отряд наблюдателей он обещает помощь в продлении жизни избранным товарищам вот это вот элите международный международным олигархам мировом руководителем мирового правительства по сути дела но это вот они добьются а в библии то написано по этому вопросу тоже написано там что написано что будете искать смерти но смерть убежит от вас то есть ситуации вот они правильно здесь пишут губительные надежды что контакты помогут решить проблему бессмертия будет решено продление жизни но это будет уже не жизнь это все это будет уже мучение бесконечные мучения и люди будут искать прекратить эти мучения но это им никто не даст никто им не даст это прекратить для этого вот киборги то и создаются чтобы мучения продлялись как можно дольше и будут искать именно вот чтобы уйти а это будет не позволить поэтому вот здесь можно согласиться здесь библия и стыкуется дальше они комиссии наблюдателей предлагают вступить в коалицию и перестроить наш логический фундамент улучшить наше мышление но они так подсчитали для этого надо как раз 60-70 тысяч лет чтобы перейти нам вот на это мышление на новый вид мышления на аналоговое мышление курс непрерывной логики будет передан после прекращения распри и войны аналоговая логика будет вот передана это они сообщили по по радио была в резкого радио английской 1929 год космический отряд наблюдателей кон то есть пацифизм этот вот понятен и понятен распри но они конечно понимают что вот распри то прекратить невозможно вот они пытаются продлить жизнь ну вот распри они не помогли не хотят помогать так а вот мы вынуждены помочь вот продлить жизнь некоторым товарищам а вот прекратить войны что в общем то в их силах они здесь переносят все это на нас чтобы мы прекратили хотя известно что войны то как раз и будут до конца до последней войны они будут до страшного суда этого длится вот эти войны и не прекратятся в принципе оснований нет а что касается передоселение то на земле который является причиной одной из причин войн то здесь опять же в библии написано там же есть диалог Иисуса Христа с Петром ну Симон или Петр как его потом назвали Симон вот в беседе с Симоном он и говорит о Симон Симон все сатана просил меня просил Бога сеять вас как песок морской все сатана просил Бога сеять вас как песок морской то есть вот это вот перенаселение обусловно вот увеличение численности вот этой желтой расы оно связано с тем что по просьбе трудящегося вот этого строителя великого нашего как он называется гениального конструктора вселенной по его запросу боженька разрешил сеять Симонов как песок морской на земле вот она основная так причина поэтому являясь так объектом эксперимента с точки зрения космического отряда наблюдателей об этом не сказано здесь не понятия понятия нет о руководстве о своем руководстве ничего не пишут о земном руководстве они не пишут а пишут с точки зрения вот логики что у нас вот нету логического фундамента то есть оказывается мы это у нас в этом основной не в эксплуатации не противоречиях антагонистических не пути преодоления этих антагонистических противоречий которые нам дается логикой всех развития человечества историческим процессом ходом что единственный путь у нас это путь через социализм коммунизм это единственный путь спасения человечества выживания об этом значит космический отряд наблюдателей умалчивает вот это такое у нас было сегодня введение в логику вот видите какие перед нами задачи ставят и мы должны значит по этой логике в следующий раз пробежаться и написать такие шпаргалки чтобы мы могли сдавать с вами экзамены хоть за институт хоть за университет и хоть аспирантский минимум по логике сдавать а может быть даже некоторые тут и какой-нибудь свой вклад несут в это развитие логики например как я уже вот говорил в начале эту идею лебница это о логическом обосновании математики преодолеть парадокс Рассела и преодолеть одну из теорем Геоделя неполноте и тогда мы опять придем к лебниевской идее ее разовьем и путем вот может быть даже не как Фрегешоу а своим путем мы придем к обоснованию этой математики хотя что-то будет у нас у логики сделано творческое вот такой экскурс есть оказывается знаете что есть такой который наблюдает за нами будем вести себя хорошо и соблюдать логическую нашу основу будем приближаться к аналоговой логике спасибо большое за внимание будьте все здоровы до следующей лекции у нас